Все, что делает человек, есть его желание и есть его выбор своей судьбы, судьбы богоносной и подвижнической или судьбы греха и порока. Я не говорю при этом, что жизнь человеческая должна быть аскетичной. Совсем наоборот, только эмоции, только энергия может быть оправданием жизни на земле. Эмоции и чувств не есть грехи и пороки, обманы и ложь, потому что чувства — это есть импульсы сознания, импульсы души, рвущейся к вершинам гармонии, а значит, к любви. Я понимаю, что выбор на земле для людей, неподготовленных, а значит, не принявших Создателя, значит, не отдавших всего себя мне, очень труден. И путь поиска счастья, а точнее второй энергетической половины, может затянуться на всю жизнь. Но жизнь, воплощение на земле, не одна, и людям предстоит еще долгий путь достижения великой гармонии двух начал, половин, из которых в тонких мирах формируется великая личность или энергетическая сущность, генерирующая в пространство энергию любви и гармонии. Но до достижения этого великого состояния еще предстоит долгий путь испытаний, поисков, проб и ошибок, ибо духовность людей молчит в материальном мире, где критерием выбора является материя. Никого не хочу оправдывать, но поиск возможен, и счастлив тот, кто даже на смертном одре обрел гармонию двух начал. «Пусть совершится, совершается, поиск, и пусть он увенчается успехом, ибо счастьем нужно делиться со всеми людьми, а тем более с божественным пространством. Ищите, да найдете, и это касается всей жизни человека, ибо в ней он находит себя, ибо в ней он находит ту гармонию, которая создала мир, и от истоков которой пошел род человеческий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова